Ямальские предложения по формированию арктической медицины с учетом особенностей северных регионов лягут в основу концепции арктической медицины страны. Об этом сообщается в письме Минздрава Российской Федерации, поступившем в законодательное собрание Ямал-Нинско-автономного округа. Документ подписала заместитель Министерства здравоохранения Татьяна Яковлева. Концепцию развития арктической медицины будут разрабатывать Минздрав совместно с Минэкономразвитие. Отметим, Ямал неоднократно поднимал проблему несовершенства российского законодательства в сфере организации здравоохранения в Арктике. В частности, обеспечение равных конституционных прав граждан на охрану здоровья, независимо от места проживания в городе, отдаленном поселке или труднодоступной тундре. Этот вопрос не раз обсуждался на парламентских слушаниях в Совете Федерации и в Госдуме Российской Федерации. Действующая сегодня модель здравоохранения не в полной мере учитывает особенности региона, территориальную структуру, климатические условия и, самое главное, имеющаяся сеть лечебных организаций. Необходимы новые подходы к развитию арктической медицины, которые учитывают научные исследования достижения мировой медицины, особенности практикания заболеваний, специфику работы и жизни в условиях Арктики. Именно поэтому Ямал выступил инициатором разработки арктической модели здравоохранения, прокомментировал заместитель председателя законодательного собрания Молнинского автономного округа Елена Зленко. Ямальские депутаты настаивают на необходимости более совершенной модели развития санитарной авиации, медико-санитарной, помощи коренным малочисленным народам Севера и жителям Туды. По ее мнению, особенности арктической медицины должны быть учтены в федеральном законопроекте развития арктической зоны Российской Федерации. Такой подход позволит северным регионам заранее составить подробный план действий по реализации основополагающего документа по развитию Арктики на многие десятилетия вперед. Этот закон должен закрепить социальную политику и гарантии для жителей Крайнего Севера. Нормы закона останутся пустыми, если не будут приняты концепции арктической медицины как базовый документ и изменения в программу социально-экономического развития арктической зоны, подчеркнула депутат. Вложение в здравоохранение с учетом научно-технического прогресса повлечет за собой повышение качества жизни населения, ее продолжительности и экономической и социальной стабильности, сообщает информагентство Северпресс.